Поверхность Оно было бы невидимым, если бы внутри поверхность была действительно отражающей. Но сейчас это не так. Если бы вернуть этим глазом и сделать так, чтобы эти две окружности для этого глаза вместились бы, то он чего-то примет. Вторая крючка, из которой вот эти окружности, одна и вторая, саму в сердце. И тогда, если поверхность была отражающей, то действительно, все бы исчезло. И тогда вот здесь можно было бы сделать полость, и в нем плавать все, что угодно. В общем, можно было бы прятать объекты. Просто считал бы эту вещь из плоды зрения. Но нужно набирать на расстояние. Так что вот эта окружность совпадалась по всем преимуществам. История этого изделия никого. В марте этого года я обратился в СКОР. Спросил сделать вот этот комплект. Я здесь, мы сделали из отраженного принтера его. Ну, сделать внутренний поверхность отражающей, а мне не вспоминали в тот момент. Про принципы, на которых все это работает. Ну, а которые на него книжки. Есть вот такая картинка. Есть вот такая картинка. Приперел. Так вот. Есть вот такой луч. Оно. Есть вот такое свойство, что вот этот клуб. Оно равняется вот этому. Вот этот клуб. Оно равняется вот этому. А теперь мы сняли идею сделать волшеб. Заводим. Обменим. И устроим такой вот четверхугольник. Устроим такой вот четверхугольник. Понятно. Да? Провели две фермы из того центра, который фунтус. Вот. А с педалом пристроен точно такой же четверхугольник, но отраженный с чем образом. Чтобы площадка с фитричной яркой пришлась бы как раз на горточку отражения. Аминь. Да? Вот. И тогда все будет работать замечательным образом. В сравнении с конструкцией, которые я в прошлом году рассказывал. Там, если вы помните, там было немножечко другое. Там было четыре таких как линейки треугольника. Там было четыре отражения. А здесь всего три. И вот эта конструкция достаточно способна для изготовления. Например, вот таким образом. Так вот. Так вот. Так вот. Вот так вот. И вот движение такой синетричное тоже. Так. Вот так. И тогда мы, делая изготовления тела по расчету, я думаю, что это похоже на что-то получается. В прошлом году мы оказывали, что похоже. Обозначены это через F, расстояние между фокусами. Обозначены через C для другого паникулярного отрезка. Я напоминаю, что сапогусские елипси и пирпулы, они не обозначены. А проводятся теперь паникулярные отрезы. И через основание паникулярного отрезка проводятся пирпулы только так. Вот. Вот это расстояние назначено через A1. Вот это через A2. А 2 это вот это расстояние. То есть A1 это вот это расстояние. А A2 это вот это расстояние. То есть A1 это вот это расстояние. А это целиком все второе расстояние. Вот это B1 и это B1. Вот. Теперь я помню, что в прошлом году написали такие соотношения. A1 плюс B1. Это расстояние от фокуса до точки рипса. И, разумеется, оно расстояние. Это расстояние всегда расстояние. Поэтому она будет равняться. Поэтому она будет равняться вот этому расстоянию, да? Которое равно гипотинезно. Дальше мы заметим в соотношении с гиперболой, который тоже был логичный выход. A2 минус B2. Так у нас гиперболы. Расстояние разности расстояния от фокуса до точки равняется разности расстояния на любой другой точке. Например, D. Это будет положиться N в квадрате, минус C в квадрате, минус C. А дальше мы заметим, что A1 плюс B1 на A2 минус B2 равняется произведению правых частей. N в квадрате плюс C в квадрате. Н в квадрате плюс C в квадрате плюс C в квадрате. Н в квадрате плюс C в квадрате. Получили такой способ. А1 плюс B1 умножить на A2 минус B2 равняется F в квадрате. Теперь нужно смотреть, что есть. Сегодня мы можем доказать, что это дополнительное отношение к этому вопросу. Можно доказать, что это не так. Давайте я сделаю немного подробностей. Теперь мы можем спокойно себе забыть о A2 минусе. Так. 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 И так. Значит, это F, это A1, это A2, это A1, это A2, это A1. Из этого соглашения было достаточно. Я не сошел. Проведем симметричный период. Проведем симметричный период. Сделаем такую конструкцию. Новый элемент конструкции, который я добавляю. Просто симметричный. Поэтому, например, это будет бисектриса. Это будет бисектриса. И... Так. И теперь... И что мы имеем? Мы имеем тут B1 штрих. Почему? Потому что... Потому что у нас нет гарантии, что B1 и B1 штрих взаимно симметричны. Это как раз нам нужно доказать. Если мы это докажем, то отсюда все будет следовать. Смотрите. Мы пока не знаем. Мы хотим доказать, что они заимно симметричны. А если они были заимно симметричны, то что... А для... Равны как вертикальные. Эти были равны как вертикальные. А эти были равны, потому что получено симметрично. И отверстия, что они не вертикальные. Еще раз. Если этот отряд и этот заимно симметричны, то тогда мы получим, что эти углы вертикальные. А все симметры и вот эти углы тоже равны. Значит, мы получим раймство этих углов шире. Именно симметричные, то есть Раймского недостаточно. Раймского? Длины B1 и B1' Потому что, когда вы проведете округность радиусом B1', то она, в принципе, могла бы в двух точках пересечь. Вот этот вот синий луч нижний. Это означает через A1', а это означает через B1'. В силу одному свойству бисектрисы, мы знаем, что F в квадрате равняется A1' A1' A2 плюс B2 или плюс B2 A1' плюс B1' То есть A1' плюс B1' это получается, что равна A1' Улучшайте сказки. Сейчас. Почему? Почему это равенство A2' плюс B2' A1' плюс B2' A1' плюс B2' это F в квадрате? В прошлом году мы это доказывали. Почему это свойство бисектрисы? На самом деле, доказывается достаточно легко. Во-первых, есть свойства бисектрисы, что F в квадрате это A1' A2' минус B1' B2. Это свойства бисектрисы, широко известные, может быть A2' но где-то там, он на листах. Вот. А теперь, еще что? A1' A2' равняется B1' A1' B2' ну или A1' A2' 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 D1' A1' A2' A1' A2' 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 и вот значит получать 8 значит А1 плюс G1 А1 плюс В1 что же из этого следует? а из этого как раз бегает из этого как раз бегает что это точка Эйлис высекает прямую максимум в двух точках видите как все замечательно произошло Эйлис с фокусами здесь и здесь проведем его через эту точку проведем через эту точку с этой фокусами и он пройдет через эту точку нижнюю а вот эти лучи относительно фокусами фокальной прямой и поэтому они пересекают Эйлис в симметричных точках вообще прямая пересекает Эйлис не больше чем в двух точках да где-то где-то слева она пересечет например еще раз но та точка нас не интересует да ну это подсчет один будет пошел сюда а другой пошел сюда и они пересекают симметричных а они в симметричных точках пересекают ну и все так классно значит А1 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 Значит А1 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 Б 2 00 Продолжение следует...